Это реликтовое тропическое растение называется замепумила и растет со времен динозавров по сей день в Новой Зеландии. Конкретно этот образец посадила Наталья Сафаниева два десятилетия назад в Самарском ботаническом саду. Наталья биолог, следит за тем, чтобы растениям в оранжерее было комфортно. С такой работой и отпуск не нужен, смеется женщина. Здесь, конечно, очень замечательно, потому что ты каждый день приходишь, смотришь, что-то распустилось, что-то зацвело, что-то начало расти. То есть, конечно же, ты получаешь очень много положительных эмоций от растений. И вот эта вот зелень, она очень успокаивает. То есть, тут вообще можно ходить, расслабляться, медитировать. Очень приятно работать. Я в Бамбуковом лесу, где-то на юге китайской провинции. Делаю два шага и Новая Зеландия. Еще буквально пару шагов и Таиланд. Географически все эти растения находятся в разных частях планеты. Здесь же они собраны в одном месте. В Самарском ботаническом саду. Здесь более тысячи уникальных видов. Зеленый оазис в сердце промышленного города, где даже в январские морозы все цветет и плодоносит. Вот созрел лимон, а здесь коллекция благоухающих орхидей. Целый мир расположился на площади чуть больше тысячи квадратных метров. Здесь уже заканчивается место для крупных растений. Поэтому сейчас биологи выращивают кустарники и кактусы. Последние собраны в отдельной теплице. В оранжереи обязательно создается среда, похожая на их природное ареал обитания. То есть мы поддерживаем температуру. В тропическом зале зимой мы стараемся, чтобы температура не опускалась ниже 20 градусов. Обычно она держится на уровне 23-25 градусов. Днем, ну, ночью чуть-чуть попрохладнее. В субтропическом зале, ну, там на 4-5 градусов попрохладнее. Вот, потом обязательно поддерживается влажность. Ну, вот за счет обилия растений они сами поддерживают влажность. Бывает и такое, что растения слишком хорошо плодоносят. В этом случае саженцы и побеги могут приобрести самарцы. Информация размещается на сайте Самарского государственного университета. Мария Левина, Николай Сидоров, События.